Братья и сестры, здравствуйте! Мы с вами продолжаем путешествие по страницам Писания в тех местах, которые библейская наука согласно называет гимнами апостола Павла. То есть он, как мы уже говорили, поет, ритмизует, гармонизирует свою пророческую речь благовестническую и глубочайшие истины о Христе слагают в подобие песен, которые легко заучивать, ибо они, повторяю, ритмизированы и структурно вдохновенно расположены. Сегодня мы откроем послание к любимому сыну во Христе, апостола Павла, к Тимофею. И там в первом послании, вообще два письма есть к Тимофею, в общем, в первом письме к Тимофею Павел в третьей главе говорит о великой тайне благочестия. Великое тайное благочестие. Что это такое? Беспрекословно. Великое благочестие тайна. Двоеточие. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое. Тимофею 3,16. Это все, вот этот каскад состояний, вот этих шесть божественных ступеней откровения о Христе, он называет тайной благочестия, причем великой тайной. То есть отсюда, из этих мыслей, из этих истин, рождается в человеческом сердце желание жить благочестиво и праведно в нынешние веки, ожидая блаженного явления Господа Иисуса Христа. Что явилась благодать Божия, которая учит нас отвергнуть нечесть и мирские похоти и благочестное и праведно жить в нынешнем веке, ожидая блаженного прихода, возвращения Господа Иисуса Христа. И вот это великое благочестие, тайна заключается в том, что Бог явился во плоти. Христос – это Бог, явившийся во плоти, ибо в Нем вся волнота божества обитает телесно. Это есть основание того, что плотская жизнь может быть праведной. Плоть наша получила освящение, то есть плоть наша причастна божественным энергиям. Мы, как железо, прикоснулись к божественному огню, очищающему с нас при нашем желании всякую скверну греха и порог. Бог явился во плоти. Это вообще грандиозная фраза, которая подобает, например, Дню Рождества Христова. Что мы празднуем? Мы празднуем великую благочестие, тайну. Бог явился во плоти. Показал себя ангелом, второе дальше говорит, что Бог неприступен и невидим, потому что он безобразен. У него нет черт человеческого лица, его существо неприступно, никого никто видеть не может. Не видел никогда и видеть не может. Об этом тоже мы к нему прочтем. Он живет во свете неприступном. Ангелы тоже не видят его, так сказать, фигурально говоря, лица. Хотя в Евангелии говорится о лице Божьем, имеется в виду слава его. То есть они понимают чистым существом свою волю Божию принимают, служат ему, но вот так вот видеть его, как человек видит человека, они не могут. Это недоступно ни одному творению. И когда Христос стал человеком и явился, ангелы увидели воплощенного, описанного, очерченного плотью, взяв ставшего человеком своего Господа и Владыку. То есть Бог явился во плоти и показал себя ангелом. Почему они служат ему с любовью, почему они внимательно слушают его слова, почему они напоминают потом людям слова Иисуса, сказанные им когда-то. Почитайте Евангелие, вы там найдете. Говорит, вспомните, как он говорил вам еще, когда был в Галилее, там его увидите, значит, такое и так далее. Ангелы с удивлением слушают Иисуса и смотрят на него. Бог явился во плоти, показал себя ангелом, оправдал себя в духе. По внешности Христос был крайне смирен и чрезвычайно прост. Настолько прост, что был просто неузнаваем среди обычной массы простых евреев его возраст. Иуде нужно было его поцеловать, чтобы его отличить в толпе людей, значит, на Илеонской горе, вернее, в Гефсимании. Потому что так по внешнему виду его не узнаешь. И он оправдал себя в духе. По духу пророчества, значит, он совершил все то, что только он может совершать. Хромые вскочили как олени и открылись глаза незрячие и ясен стал язык гугнивых и потекли как река чудеса. Он в духе себя Господь полностью оправдал. А дальше он был проповедан в народах. Это апостольская проповедь. И принят верою в мире. То есть мир принял о нем свидетельство. Израиль на время очерствел, чтобы вошла полнота язычников. И вот это время существует и может быть уже даже заканчивается. Когда войдет полное число язычников, Израиль опять узнает свою мессию. А приход язычников прекратится. И народ принял эту проповедь о Господе. Он проповедан в народах и принят верою в мире и вознесся во славе. Это очень короткий текст, достойный запоминания наизусть. Великое благочестие тайна. Бог явился воплоти, показал себя ангелом, оправдал себя в духе. Проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Что мы это, собственно, делаем? Это первое Тимофею 3,16. Мы пытаемся эти маленькие вдохновенные вещи сделать достоянием нашего сердечного пометования. Для того, чтобы мы всегда могли получаться в Божьем Слове. Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых, но в законе Господнем получается день и ночь. Он будет похож на дерево, посаженное при потоках. Лист его не отпадет и все, что он делает, успеет. Первое Тимофею 3,16. Учим, запоминаем, вникаем, радуемся и живем. До свидания.